Установленный на автомобиле судебных приставов комплекс оснащен камерой и прогоняет попавшие в ее поле зрения автомобили по базе должников. В случае обнаружения неплательщика система подает звуковой сигнал. Машины тут же тормозят сотрудники ГИБДД, а судебные приставы по номеру исполнительного производства выясняют общую сумму задолженности. В случае, если непосредственно за рулем оказывается сам долгик, ему предлагается в добровольном порядке погасить задолженность, либо согласно федеральному закону об исполнении производства, у него есть возможность предоставить нам имущество, на которое мы можем наложить аресты. Но это, опять-таки, является необязательным условием. В случае, в случае чего, есть возможность вообще этот транспортное средство арестовать уже на месте у него. Либо иное какое-то имущество, которое находится в самом транспортном средстве. Такие как видеорегистратор, сотовый телефон, либо иное какое-то имущество. Как отмечают судебные приставы, такие мероприятия проводятся примерно раз в три месяца и уже доказали свою эффективность. Нередко остановленные должники частично или полностью погашают задолженность на месте. Для этого есть переносной терминал. Оплата, если производится через наш терминал, в течение где-то трех банковских дней денежные средства поступают на наш депозитный счет. В течение пяти дней после этого денежные средства распределяются взыскателю. И после того, как платежные поручения приходят с банка, чтобы денежные средства ушли в взыскатель, тогда уже исполнительное производство оканчивается. В неприятную ситуацию может попасть и тот, кто управляет машиной по генеральной доверенности. Если собственником машины является неплательщик, то машину также могут арестовать, а водителю придется идти домой пешком. В ходе рейда три водителя подтвердили квитанциями оплату ранее выписанных штрафов. Еще трое на месте погасили долги на общую сумму 15 тысяч рублей. А одному домой пришлось идти пешком. Его автомобиль был арестован и изъят за долги свыше 200 тысяч рублей. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей.